Продолжаем проходить покемон супер мистери данжен. Эта экспедиция была очень даже успешной, за 14 этажей аж 3 путешествующих покемона получилось, включая моего голосиончика. Так что теперь у нас достаточно очков для перехода на золотой ранг обществу экспедиции, который даст нам максимум размера мешка, 48 ячеек вместо 8, вместо 40 точнее, и еще несколько хороших призов. Но вот дело в том, что при предыдущем прохождении я не успел повысить ранг, потому что начался сюжет, и нам больше не позволили пользоваться Нексусом. Так что делаем ставки, будет ли у меня еще один день, чтобы воспользоваться им и повысить свой ранг, или же уже нет. Посмотрим сейчас. И награду тоже еще нескоро смогу взять таким образом, если мне сейчас начнут раскручивать сюжет. Ну, судя по всему, да, так оно и есть. Простите, что заставила вас ждать. Ужин готов! А? Где Арчин и Буизель? Они еще не вернулись со своей экспедиции по поиску Крукодайла. Мэвил тоже здесь нет, не так ли? Она все еще закрыта в своей комнате. Похоже, что ей нужно много времени, чтобы расшифровать эти древние письмена. Ну, должны ли мы это на чате жрать? Что? Ты не собираешься ждать? Но я голодна. Это же нормально, не так ли, шеф? Да. Я сам не знаю, что сказать. Что? Отлично! Тогда давайте же... Мы вернулись? Буизель, Арчин, я так рада, что вы вернулись. О, пришло время ужина, а? Но сначала... Шеф, мы искали Крукодайла. Похоже, что его нет нигде здесь, так что у нас потребовалось немало времени на это. Мы посмотрели дом Крукодайла тоже. И мы нашли полунаписанное письмо о предупреждении. Что? В доме Крукодайла? Полунаписанное предупреждение? Так это означает, что Крукодайл был позади... Был тем, кто писал эти предупреждения, не так ли? Там Крукодайл... Крукодайл был там? Нет, его не было. Он куда-то исчез. Мы абсолютно не имеем представления, где он может быть. Так что, похоже, Крукодайл действительно позади всего этого. Да, нам нужно найти его как можно скорее. Простите, что заставил вас всех ждать. Мэвилл, я закончила расшифровать каменную табличку. И что она говорит? Это была запись инцидентов о покемонах, превращающихся в камень. Превращающихся в камень, ты говоришь? Да. Хоть я и не смогла расшифровать все до последней капельки. Покемоны, превращающиеся в камень... Ну, в общем, короче говоря, это происходило в последнее время. Некоторое время. Похоже, что там есть большее количество деталей в доисторических руинах на востоке. О! Доисторические руины на востоке? Может быть, мы можем узнать, как покемоны превращаются в камень, если мы проверим это место? Это еще не все. Есть шанс, что мы сможем узнать, как обратить процесс. Вернусь покемонов обратно из каменного состояния? Понятно. Доисторические руины, ты говоришь? Похоже, что мы... У нас будет много работы сейчас. Однако... Грррр... Это... Чей-то желудок бурщал? Гррр... Снова? Ну-ну-ну, все. Похоже, что у нас нет выбора. Да, шеф, я могу видеть, как у тебя течет слюна. Мы не можем делать что-либо на пустой желудок, не так ли, Додане? Ты не можешь ничего делать, пока... Пока не пожрешь, в конце концов. Мы скоро будем очень заняты, но перед этим... Давайте жрать! И снова грызут стол. Диета, видимо, такая. Да, исторические руины. На востоке. Согласно Смэвил, если мы пойдем туда... Мы сможем узнать, как вернуть покемонов обратно из камня. Бедный старый Энтей. И Латиос, и Латиас. Определенно, я был бы счастлив, если бы они перестали быть каменными. Но пока мы здесь стоим и говорим, еще больше покемонов может превратиться в камень. Это будет очень круто, если мы сможем узнать, как вернуть их назад. Отлично! Давай сделаем это. Мы завтра отправляемся в доисторические руины. По крайней мере, я думаю, что это произойдет. Давай и ляжем по разе, чтобы хорошенько выспаться для завтрашнего дня. Да, значит, Кукадайл занимался написанием писем. Ну, мало ли. Это все еще ничего не говорит, по-моему. Потому что он бы все равно превратил нас в камень. Это же очень даже логично, как мне кажется. Эх, ну, судя по всему, нам не дадут повысить свой ранг. Это печально. Следующим утром... Что такое? Где Дэдэни? Похоже, что ее здесь нет. Это не в ее стиле опаздывать на утренний созыв. Ну, давайте начнем и поторопимся. После всего, что мы обсудили вчера, я уверен, что вы знаете, что происходит. Пришло время для нас отправиться в экспедицию в доисторические руины. Мы должны искать как можно больше информации насчет инцидентов о покемонах, превращающихся в камень. Мы можем расследовать... Мы можем ожидать, что это будет опасная экспедиция, но это наиболее важно сейчас. Мне нужно, чтобы все оставались на своих ногах. Все. Это ужасно. Просто ужасно. Вздох, вздох. На моем пути сюда. Вздох, вздох. Я услышал, что кто-то сказал, что они видели Крукодайла. Что? Крукодайла? Где его видели? Покемон, который сказал мне... Он говорил, что видел его, пока путешествовал. Похоже, что он отправился в деревню Сирена. А? Деревня Сирена? Деревня Сирена это ведь то место, откуда вы пришли, где вы там жили? Понятно. Благодарю тебя за информацию, Деденни. Очень хорошо. Я хотел, чтобы мы все пошли в доисторические руины, но похоже, что нам нужно изменить планы немного. У нас есть Крукодайл, который... У нас будет... Отряд преследования Крукодайла и отряд экспедиции доисторических руин. Давайте разделимся в две группы. Для начала, те, кто пойдет за Крукодайлом. Чеспин, Джон. Вы пойдете вдвоем? Да, конечно. Спасибо, Амфорос. Если он отправился в деревню Сирена, мне нужны покемоны, которые знают путь, которые знают местность. И тем более, я уверен, что вы наверняка волнуетесь насчет ваших близких в деревне Сирена. Однако, это слишком опасно отправлять вас только двоих в одиночку. Арчин, я рассчитываю на тебя. Понял. Мевил, Деденни, Буизель и Баннелби, пожалуйста, идите в руины. Вам будет нужен Баннелби для каких-либо раскопок. Я думаю, что навыки Буизеля также могут понадобиться, согласно с локацией. И, Деденни, я бы хотел, чтобы ты тоже пошла в этот раз. Если тебе удастся найти информацию насчет каменных покемонов, пожалуйста, свяжись со мной. Или с Чеспином после этого. Нам нужно убедиться, что Чеспин и Джон могут сразиться с Крукодайлом. Вернее, нам нужно учитывать это, то, что они могут сразиться с Крукодайлом. Нам нужно найти как можно больше информации, прежде чем дойдет до этого. Понятно, шеф? Джерачи, Свирликс, и я буду держать форт. Согласно с информацией, полученной от Деденни, я буду раздавать приказы отсюда. Пожалуйста, следуйте им. Чеспин, Джон. Я слышал насчет того, что... Я слышал насчет Крукодайла от покемона, названного Ноу Спас. Он, наверное, все еще у ворот в Ливили Таун, так что поговорите с ним. Понятно. Спасибо. Очень хорошо тогда все. Небольшой обмен информацией будет ключом к успеху в этот раз. Сфокусируйтесь на командной работе и сделайте все, что можете. Да, сэр. Точнее, отлично. Ну, похоже, что это та же самая группа, которая нашла Латиоса, когда он был превращен в камень. Это может быть обманом, но давайте сделаем все, что можем. Ладно. Деденни сказала, что она слышала насчет Крукодайла от Ноу Спаса. Давай отправимся к воротам Ливили Тауна и поищем Ноу Спаса. Но сначала мне больше всего интересно, могу ли я сходить и всунуть орбы в свой Нексус. Черт, ну так и знал. Эх, блин. Как и в первом прохождении, меня вот так берут и обламывают абсолютно нечестно. Может быть, у меня просто ограничение стоит, и мне нельзя получать этот ранг на самом-то деле. Эх, ну ладно, фиг с вами. Хотя, конечно, обидно, блин. Было бы очень хорошо сейчас расширить свой рукозак до максимума. Ну ладно, обойдемся. Будьте осторожны в ваших путешествиях сегодня. Мы можем надеяться, что Крукодайл не шел на самом деле в деревню Сирена, но... Ну, короче говоря, то, что у нас не вставляется орба, судя по всему, обозначает то, что мы перешли, в общем-то, в основную стадию сюжета. Больше не будет никаких экспедиций, никаких походов за очками и прочим. Так что, да, такие дела. Удачи! Если Крукодайл правда позади всего этого... Ну, по крайней мере, мы можем узнать, как он превращает покемонов в камень. Как позитивно. На своей шкуре узнать, что ли. Да и все равно этот вылез все слишком подозрительно. Такой очевидно, казалось бы, злодей прям-таки во всем. Но, в конце концов, это 2016 год, и даже в игре для детей пытаются сделать такие интересные сюжеты и повороты, которые могут оказаться совершенно неожиданными, так что черт его знает. Эх, блин, тоже надеюсь, что мы вернемся. Вдруг нас там сожрут зажило. Ну, ничего. Так, больше бегать здесь, в принципе, незачем. Пора отправляться. Нужно спасать мир или вот того. Хотя пока что не сказал бы, чтобы я был очень силен для этого. Хоть я бы старался подкачаться, но все-таки... Убедитесь, что вы готовы к чему угодно. Вы все берегите себя. Дэнни будет отправлять все, что мы узнаем насчет превращения в камень. Ну, короче, какую информацию будет отправлять нам. Я дам вам знать, как только мы узнаем что-нибудь. Что-нибудь вообще. Сделайте все, что можете там. Кругодайл это настоящий ублюдок. Если он действительно позади всего этого, любая возможность, которая позволит кому-то превращать покемонов в камень, это проблема. Я знаю, что я прошу многого, но нам нужно найти путь и остановить это тоже. Да-да-да, нужно его замочить. Ну, хотя, конечно, опять же, у нас все равно есть такой большой-большой спойлер, по которому мы и так, в принципе, знаем. Так, ну-ка выбросите, пожалуй, лишнее. Прошу прощения за эту маленькую задержку, просто нужно каждый раз этим всем заниматься. Так, я сказал про спойлер, кажется. Ну да, мы же с вами и так знаем, что у нас указано при входе в главное меню игры. Так, указаны... Чего это сказать-то? Указан весь список покемонов, короче говоря. У нас весь прогресс-лист, так сказать. Всего 720 особей покемонов, и мы, соответственно, можем собрать их всех. То есть, это все равно, опять же, спойлерит нам то, что какими бы ублюдками не были злодеи, мы все равно сможем их завербовать, не так ли? Значит, как же еще мы могли бы... Так, завершить свой покедекс. Нет, конечно, я понимаю, что есть разница между сюжетными и несюжетными покемонами. Но все-таки, в некоторых из них, именно что являются одновременно и теми, и теми, так сказать. Ну-ка. Я, конечно, плохо объясняю, просто прошу прощения, немного сбиваюсь сейчас. Мне нужно сосредоточиться сразу же на всем одновременно. Джон, нам нужно поймать Крукодайла. Давай отправимся в Ливелитаун, в Ливелитаунские ворота, и посмотрим, знает ли что-нибудь на Успас. Дайте угадаю, я не могу даже в бар зайти сейчас, правда? Конечно. Ведь это же такая сложная задача, вернее, зайти в бар за секундочку, чтобы забрать свою награду. Идиотизм. А кто-то все еще бегает. Я просто буду бегать без раздумий. Вздох, 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 вздох. Ну, хоть сюда, спасибо, что разрешаете спуститься, е-мое. Так, кто у нас тут имеется? Доброе утро! Так рано выходите сегодня? Чего это вдруг рано? Я хочу вкусить приключений, вау! Я раздумывала всю ночь. Но волноваться слишком много, это нехорошо тоже. Может быть мне стоит просто поступать как все, по-нормальному, и жить полной жизнью, или вроде того? Эх, мне бы так, конечно, если бы все было так просто. Именно так, Джон. Мы должны просто отправиться в деревню Сирены. Если в это все дело, это будет долгое приключение, долгое путешествие, так что нам нужно приготовиться получше. Да, я уже, в принципе, набрал всякого хлопа, так что мы обойдемся. Отлично! Давай отправимся. О, это Ноуспас вон там. Я спрошу у него Крукодайли. Крукодайл, вы говорите? Я определенно проходил мимо него раньше. Где? Эм, на Шир Маунтайн Рейндж. После того, как я ушел из деревни Сирены и прошел на Шир Маунтайн Рейндж, Крукодайл отправлялся в другом направлении. Так что я подозреваю, что Крукодайл отправился в деревню Сирена. Ты замечал что-нибудь интересное, когда проходил мимо него? Что-нибудь, все что угодно может помочь. Если ты можешь подумать о чем-то. Ммм, давай-ка посмотрим. Он бурчал про себя. Что-то насчет того, что я тебе за это... Короче говоря, ты ответишь, или типа того. Похоже, что он в плохом настроении был. Он сказал, что он собирается от кому-то сплотить, или вроде того. Похоже, что он имеет обиду на кого-то в деревне Сирена. Кого-то из деревни? Если в этом дело, то люди в деревне в проблеме. Нам нужно торопиться. Спасибо, Ноуспас. Ой-мой, вы определенно взбудоражены. По крайней мере, мы знаем, куда он убежал. Нам нужно поймать его. Отлично! Ну да, теперь уже мы вступаем в стадию бесперерывного сюжета. Никаких больше реквестов до самого конца игры, вроде как. Надеюсь, надеюсь, это не слишком страшный спойлер. Глава шестнадцатая. Запретный источник. Или точнее, закрытый. Мы наконец-то добрались до деревни Сирена. Вздох-вздох. Нифига себе, как быстро. Все в порядке здесь? А? Что? Не похоже, чтобы что-то здесь изменилось. Эм... Здесь даже нет никаких повреждений. О, Джон и Чеспин. Эспур. Добро пожаловать домой. Как ваши дела? Я слышала новости насчет вас двоих. Вы попали в общество экспедиции, не так ли? Поздравляю, вы двое. Мы сделали это, спасибо. Но прежде чем мы начнем разговаривать... Нам нужна твоя помощь, Эспур. Здесь были какие-нибудь подозрительные покемоны? Проходили ли здесь? Красный мужик со страшным взглядом и большим ртом. Эм... Страшно выглядящий красный покемон? Нет, я не видела его. Правда? Это странно. Может быть, он не проходил здесь? А в чем за проблема с этим красным покемоном? А, ну... Эм... Дело в том, что... Мы в проблеме, я считаю. Большая проблема, я считаю. Вздох-вздох. Мистер Назлив? А? Что ж, неужели это Час Пилот Джон? Что вы делаете здесь? Эм... Он проломился через эти ворота и побежал на гору. Что? Это все произошло в мгновение ока. Я определенный был напуган. Я даже не смог двигаться. И потом я прибежал в поисках помощи. Я, похоже, хорошо понимаю, что происходит. Я Арчин. Из общества экспедиций. Ты можешь описать, как выглядел этот покемон? Что ж, посмотрим. Он был красным. Выглядел страшным, как только возможно. Он определенно был похож на ублюдка, я считаю. Нет сомнений об этом. Как рукодайл. Но зачем он... Зачем он здесь? А, ну у нас нет времени сидеть и... Размышлять об этом. Показывай дорогу. А, отлично, сюда. Я тоже пойду. Ты не можешь, Эспур? Прости. Это просто... Наш оппонент очень опасный покемон. Тебе стоит подождать здесь. Ах да. Эспур, ты можешь использовать телепатию, так? Если мы не вернемся... Свяжись с Амфоросом в Ливилитауне своей телепатией. И дай ему знать. Амфорос наш шеф в общество экспедиций. Спасибо. Мы должны бежать. И все равно пошла за нами. Ого! Ворота правда разгромлены? Назлив... Шел здесь по пути, или типа того. И он сказал, что он прошел здесь. И что здесь лежит некоторый секрет, Который деревенские покемоны охраняли вечность? Это может быть то, за чем пришел Крокодайл. В любом случае, я считаю, что нам стоит торопиться. Гора откровений. Второй заход, так сказать, на нее. Ну и тем не менее. У нас все начинается сейчас довольно тяжелые и опасные времена, я бы сказал. Никакой поддержки уже от наших товарищей покемонов не будет. Хупу мы с собой уже больше не возьмем, к сожалению. Так что рассчитывать нужно только на самого себя. Ну ладно, мы как-нибудь постараемся здесь выжить. Тем более, что мы достаточно подкачаны. Я гораздо более сильный, чем в моем первом прохождении. Так что, думаю, может мы выживем как-нибудь. Так. Выживем из ума. Е-мое. Но все-таки. Буду также стараться, разумеется, отправляться сразу же к выходу. Не тянуть лишний раз время. Ой. И мне тут же телепорту было куда-то хрен знает куда. Впрочем, с другой стороны, тоже полезные вещи есть, так что ладно. Надеюсь, мои товарищи там не подохнут все от скуки. Так. Ну, по мини-карте, конечно, можно всех отслеживать, как они двигаются и куда. Но все-таки, если не сталкиваться внезапно с опасными вражескими покемонами, то это будет настоящая проблема для них. Ах ты, черт. Ёрш, твою медь. Ну ладно. Да, моя специальная атака сейчас уже практически достигла соточки. Так что теперь я, конечно, смогу с гораздо большим успехом мочить всех, кого увижу. О, вот мои товарищи пришли. Главное беречь назлива, так как он все еще, кажется, покемон-гость у нас считается. Мы не сможем его, если что, лечить и так далее. Так. Где тут выход-то вообще находится, а? Именно тогда, когда ты пытаешься найти выход как можно быстрее, не тратить лишний раз время на поиск всякой хрени. Так. Тебе, наоборот, почему-то это не удается. Кстати, кристалл Берри Пауэр, сила ягодок, который может защитить нас от любого изменения статусов и наших способностей и всего прочего. Он срабатывает в зависимости от количества наших ягодок, но почему-то он работает у меня абсолютно всегда, без исключения. Не знаю уж, почему так происходит, но все-таки именно так есть. И это, в общем-то, отлично, я бы сказал. Так, ладно, никогда нам сейчас яблоки собирать и прочую хрень. Нужно двигаться к вершине. Ревелэйшн Маунтэйн. Так. Так что, определенно, я сейчас получил еще один хороший кристалл, который мне сильно поможет. Так, ну что тебе надо, ублюдок, а? Мы тут сейчас собираемся мир спасать, блин, черт подери. И все равно продолжают меня останавливать какие-то покемоны. Я, конечно, понимаю, что это чисто геймплейно, и они на самом-то деле не существуют, по факту. Но все-таки, ну, не существуют, очевидно, потому что, например, мы прошли... Так, что там есть какая-то вещь? Ага. Ну, начинается, ё-моё. Использую какую-то читерскую атаку на нас всех. Кошмар, а? Вот же тварь, блин, какая-то там, тропиус этот, черт его драл. Ладно, пора сваливать, наверное, а не стоит тратить гривен на них сейчас. А то мы тут сейчас все отгребем, блин. Ё-моё. Откуда берут столько-таки читеры, а? Эх, валим, 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 некогда нам останавливаться. Я уж не знаю, как мы все втроем умудрились пройти через Шир Маунтейн Рейндж так быстро. Ну, халява, видимо, как сплошная у нас, короче говоря. Так. Спасибо, хоть там не пришлось все вручную проходить. Зато теперь здесь приходится париться. Ну-ну-ну, давайте, давайте, ё-моё. Что же вы там тупите-то так? Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Сейчас, конечно, буду стараться каждый раз торопиться, потому что у нас довольно опасные сейчас моменты начинаются. Нужно быть напряженным, сосредоточенным, а очень аккуратно переводить, чтобы как можно меньше тупых ошибок допускать. Тут я, конечно, ничего не обещаю. И, может быть, и микрофон будет опять хрустеть очень не вовремя, а во время кат-сцены именно. Что будет, конечно, печально, но что поделать. Так, отлично, еще один баридж. Ну, по крайней мере, у нас есть хоть какой-то минимум, необходимый нам для уничтожения всех на нашем пути. Но по возможности все равно нужно двигаться сразу же к финишу. Так, кто у вас тут еще имеется? Брысь, скотина. Хе-хе, да, я уж раскачиваю, конечно, ничего так. Очень даже. Одна моя атака уже может порвать практически кого угодно. Это, конечно, все еще не гарантирует стопроцентную победу, но, по крайней мере, я буду точно знать, что я постараюсь не сфейлиться. Черт. Хотя, разумеется, меня все равно будут останавливать все, кто только возможно. Ни хрена себе, какая мощная атака. Назлифа убила нахрен вообще. И честно, я вообще всех атаковала. Так что ты, тварь проклятая, а? Ноктаул, блин. Мать твою. Начинается веселье, конечно. Придется идти Назлифа сейчас искать, потому что какого-то хрена после смерти погибшего товарища телепортируют, если это покемон-гость, а не наш. А не наш именно. Мда. Вся моя прокачка здесь, получается, проходит такую сильную-сильную проверочку. Так. Фух, он меня атакует. Отлично, пошел вон, собака. Мы, конечно, их даже в то же время в обувь заносим, но это все равно, в принципе, ничего не значит сейчас. Ой, блин, не то атаку использовал. Надо сосредоточиться. Так, придется сначала искать Назлифа, где он там валяется. Назлиф, держись. Так. Ух ты, тайп-бульдозер, супер. Вот теперь другое дело. Так. Отберечь того засанца теперь постоянно, его даже не вылечить ничем, как обычно. Не знаю вообще, зачем нужно было такой идиотизм придумывать. Ведь гораздо проще было бы просто команду расширять на момент миссии, а не добавлять сюда покемона-гостя. Но, с другой стороны, это проще, потому халява. Халявы здесь, в принципе, и так хватает по-своему. Так. С одной стороны. Ну ладно. Мы как-нибудь уж выдержим все эти лишения и невзгоды. Главное, никого лишний раз не будить, во всякий случай. Так, а ну-ка, дохни побыстрее. Плевать на опыт, плевать на вещи и прочее. Мы это все уже без того набрали. В том количестве, которое мне не снилось в первом прохождении. Да блин, только что тебя завалил, ты еще раз вылез, собака, а? Кошмар. Такс. Но все-таки некоторые твари все равно стоят на дороге у нас. Точнее, лежат. Так, поэтому легче их сразу же завалить. Еще и сундук забрать. Неплохо. Мелочь, но приятно. Так. Тем более, что я уже заранее затарился хорошим местом для снаряжения. Затарился местом, сказанного, конечно. Ну, неважно, в общем. Так. Следующий этаж. Нужно будет, конечно, постараться сильно серии не растягивать все еще и при ближайшем возможности сохраниться. Так. Но тут я ничего не обещаю. Нам ведь главное, в конце концов, это здесь все пройти до конца. Че-то зависит там, мелкий гад, а? Как обычно, начинают использовать свои идиотские статусные атаки и прочее дерьмище. Трати только мое время зря. Назлив такой слабый, однако. Я не знаю, какого у него уровень, но, судя по всему, он абсолютный лох по сравнению с нами. Супер прокачанными товарищами. Ну, правда, от Арчина тоже толку нет все-таки. Так. Ну-ка, то есть ты такой красивенький. Давай-ка завалим эту тварь. Ура! Мочи! Ать, ать, ать. Порвали на куски. Хе-хе. Гальбантюлушка. Теперь тоже занесена в нашу орбу. Ну, это, конечно, не так уж важно. Все равно при необходимости я пособираю потом покемонов за пределами сюжета. Так и так я все равно даже 200 не собрал в итоге к этому моменту. Ну, ладно. Ага, это, кажется, у нас перерыв сейчас наступает или нет? А! Эти ворота тоже сломанные! Вы все в порядке, шериф? Да. Спасибо тебе. Мы будем в порядке как-нибудь. Какого черта произошло здесь? Нас внезапно атаковали, Би-би. Он выбил нас всех и пролвился через ворота. Он зашел слишком далеко. Черт. На что он был похож? Красный мужик с большим ртом. Би-би. Это Крукодайл. Мы будем в порядке. Что более важно для вас преследовать его. Пожалуйста, остановите этого покемона. Мы готовы сделать это. Давайте, мы должны торопиться. Вот так вот. Когда-то мы с Назлифом остановились здесь, увидев, что все эти товарищи охраняют ворота. Они все еще их охраняют, оказывается. И все так же безуспешно. Да уж. Ну, по крайней мере, теперь мы и сами узнаем, что же за секрет кроется на Revelation Mountain. Теперь нам даже не придется нечестно проламываться туда, потому что это уже за нас сделали. Спасибо тебе, Крукодайл, за такую услугу. Так, кто там пошел воевать вообще? Арчин, тебе что ли делать нехрен, собака? Начинает там развлекаться. Ну-ка. Постараюсь, конечно, играть за самого себя, чисто не переключаться. Так как это лучше способствует отыгрышу, когда я играюсь чисто за своего персонажа. Ах, ты же опять этот гад, чертов читерский, ублюдок, сдохни. Ну, серьезно, они просто начинают раздражать, когда они появляются даже в такие моменты сюжетные, когда... Ну, блин, ё-моё, чего вы возникаете-то с собаки, а? Казалось бы, такая опасность грозит всему миру. Проклон превращающий других в камень. Он ведь и вас всех превратит, идиотов. Опа. Стоп, это же Арчи Опс. Эволюция Арчина. Нифига себе, я его даже не видел давно. Хе-хе. Круто. Я даже, кажется, его в первый раз не видел при первом прохождении. Фух. Ну, ладно, ладно. Начинается метель. Это, конечно, довольно плохо. И стоп, какая к черту метель? Здесь же повсюду, вон, трава растет, цветы и прочее. Как она вообще растет здесь среди этой метели? Какие гении придумали этот геймплейный элемент, интересно. Да уж. Нет, ну, можно, конечно, всякое бывает. И зима может внезапно настать, и так далее. Но все равно это выглядит довольно дебильно сейчас. Так. Ладно, черт с ним. Пожалуй, наверное, у следующей лестницы мы сейчас остановимся, так как мне нужна небольшая передышка, чтобы я убедился, что я могу продолжать и спокойно переводить и озвучивать дальше по возможности. Ну, и чтобы серию сильно не растягивать, то мало ли, какие у нас там еще могут возникнуть проблемы. Опа! Халявка. Айрон повышает нашу защиту. Витамины, когда валяются на дороге, это, конечно, просто чудесно. Даже в такие моменты все равно не стоит забывать о необходимости подкачиваться слегка. Ага, я пришел не туда, куда нужно. Ну, хорошо, значит, пока что мы остановимся здесь, постоим немножко, передохнем и подготовимся к тому, чтобы догнать этого проклятого кокодайла и порвать его на куски. Сюжет нас ждет, так что скоро мы к нему вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok